у меня тоже классно мама крутая у меня знаете мама она фанат всех конспирологических теорий на этой земле она мне постоянно в ватсапе скидывает вот это голосовое часто пересылаемое где девочки в печеньках рахат нашли спит в молоке одари живут крысы я потом должен переубеждать маму ем печеньку рахат на видео она все не пиши мне у тебя спит не звонил мама классно я поэтому заблокировал маму ватсапе вот мы с ней созваниваемся каждый день это клево с мамой знаете как класс созваниваться созваниваешься с мамой первая новость всегда кто-то умер я звоню и она говорит и вашенко же умер а я не знаю кто это для меня он и не жил блять чтобы вы понимали вторая новость она это я же тесто вчера ставила там рандомная новостная лента просто тесто вчера ставила третья новость опять кто-то умер четвертая новость она спрашивает как у меня дела игру мам ну лучше чем у тех двух это еще сто процентов мне очень нравится у меня еще восемь месяцев назад родилась дочь я стал отцом да я ничего для этого не делал спасибо за аплодисмент делал чуть-чуть хочется верить что это был я нет ладно не родилась дочь прикиньте и моя мама моя мама вот так стала экспертом по воспитанию детей а вот так надо укладывать вот так надо обворачивать не бить не ругать я говорю мам а я тебе в детстве сказал что ты не то блять почему ты меня в детстве пиздила сильно вообще я говорю мам скажи пожалуйста что это ты вчера узнал она нет я это всегда знал просто ты был неприятный ребенок а действительно был неприятный ребенок я часто болел я был очень болезненный ребенок но знаете у моей мамы были очень странные методы лечения например один из методов лечения моей мамы это убеждение когда она смотрит на тебя и говорит не кашли не кашли не кашли ты чё всю ночь будешь бухакать мне в 7 утра на работу я не кашлял прикиньте но я кашлял в подушку вот так чтобы не расстраивать маму а лечила тоже странно она меня парила над картошкой над ромашкой я говорю мам ты мне растением хочешь отдать где таблетки парились когда вот так стоишь на тебе махровое полотенце у тебя ебало горит просто и мать еще такая рядом ниже ниже я вообще боялся этот материал где-то рассказывать я думал только в моей семье так что мать извращенка любительница распаренных детских лиц еще лечит всегда чем-то вонючим надо есть лук чеснок болезнь уйдет болезнь уйдет люди тоже со мной нахуй не хотят общаться болезнь ушла потому что я воняю мам понятно болезнь такая я пойду убивать другого вкусно пахнущего ребенка однажды дома у нас не было ни картошки ни ромашки я парился просто над водой мать даже сплиты не сняла я воду на пельмени поставил иди подыши сначала ты дышь потом лаврушка залетает давай давай это только попалишься думаешь все и мама такая нет 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 мы идем ставить горчичники погнали ставили вам горчичники да ты потом ага да да ты на следующий день идешь школу у тебя здесь прямоугольник выжжены как будто только грудь слетала в турцию на все тело денег не хватило блин я сейчас когда вижу человека у которого забита татуировка грудь и думаю блять забил шрам от горчичника чтобы не позориться вообще ужасно самый кошмар начался когда мне исполнилось 11 лет у меня началась аллергия у меня опухали глаза и моя мама ставила мне на глаза чайные пакетики ты вот так лежишь по тебе стекает принцесса нурия блять хуже было только моему двоюродному брату ему на глаза ставили его же мочу и мы лежим вот так по мне стекает чай по нему стекает моча и это не чья-то сексуальная фантазия ясно это уринотерапия по малахову мне с тех пор двоюродный брат обожает золотой дождь вот он девочкам полечимся а я сейчас сам отец надо тоже до лечить я еще кстати ходил на партнерские роды чтобы понимали да партнерские роды ходил ну не в смысле я зашел там какие-то партнеры отражали не не ходил на роды получается приз был партнером на родах вот не у своей жены просто женщина был на партнерских родах потому что я считаю что каждый мужчина должен пойти на партнерские роды если он положил этого ребенка в эту женщину положил пизду встречай вот я что думаю да у меня есть некоторые кенты которые такие мне там будет плохо я грубля когда трахался тебе хорошо было ты чё ты же ей сам сказал мне в презервативе плохо все иди давай все надо было раньше думать вообще нет после честно сходил на партнерские роды сильно восхищаюсь женщинами теперь особенно своей женой раньше в хуй не стал теперь нет женщина реально вами восхищать вы крутые помимо того что вы рожаете сейчас везде женщин в тренажерном зале женщин в театре женщины даже здесь на стендапе больше девчонок везде женщин у астролога женщины у сексолога женщины он умиролога женщину психолога женщины как клёво да что можно всем этим заниматься когда у тебя нет работы это ахуенно просто просто я сам бы лично пошел бы на курсы по минету но я просто не хватает времени это первое а второе мне на работе в рот дают мне зачем это надо здесь просто у нас кстати были легкие роды но не у нас я не рожал жена у нее легкие роды если вообще выражение легкие роды применимо к тому что ты рожаешь человека вот легкие роды три с половиной часа вышел человечек вообще очень классно но знаете не такие легкие роды как пишут на нурке и z когда женщина родила возле мусорки и убежала куда ты блять убежала и еще находят через три дня в кукшитау нахуй далеко ты бежал это ужасно это ужасно но мне интересно как странно было людям в тот день мусор выносить киньте муж возвращается с мусорки жене грит она до сих пор там раскрытие 6 сантиметров пока ждем вообще когда родился ребенок у ребенка сразу сразу яркого хватательные рефлексы ярко выражены а у жены ярко выражены нехватательные рефлексы потому что все не хватает еще давай еще у меня друзья у которых нет детей они мне говорят а ребенок это дорого сколько у тебя уходит денег в месяц на ребенка ты считал я не считал но я знаю точно что нихуя не остается будет вообще все я теперь понимаю знаете что джиган не сошел с ума у него просто четверо детей блять